И всем привет, ребят, с вами Стерванька, и сегодня я записываю новый ролик, сегодня наконец-таки мы продолжаем записывать видеоролики с новыми устройствами на пробитие. Сегодня у нас на тесте Страйкер, я уже скатал на нём одну катку. Что могу сказать, сходу из того, что я видел уже, это устройство на пробитие идентично устройству Охотник, только в Охотнике с перезарядкой там немножечко побыстрее всё работает на какую-то долю секунды, да. А здесь это чуть-чуть подольше, но зато это однозалповая ракета пробивает танк, даёт пробитие, и после этого пробития у вас есть там буквально где-то 3-5 секунд, дабы уничтожить противника уже, который не будет иметь ни защиты от вас, не будет иметь ни резиста, ни защиты, короче. Поэтому сегодня скатаем пару-тройку каток, полноценно рассмотрим данное устройство. Для меня Страйкер, как вы знаете, это одна из тех пушек, которую я люблю, на которой я люблю катать, и поэтому, наверное, сегодня было бы неплохо скатать каточку в TDM, да, в том самом режиме, в котором сейчас практически невозможно сделать досрочку. Но я думаю, что с такими устройствами на пробитие актуально и интересно играть именно в таких режимах. Ну и второй режим скатаем, я думаю, в осаде, буду надеяться, что там будут какие-нибудь титаны, купола ставить там, все дела туда-сюда, и мы будем эффективно, отлично, за счет своего устройства на пробитие уже пробивать и уничтожать любого противника. Как вы видите, вот сейчас, например, я давал одно пробитие по Васпику, и если бы я мог бы быстро донести еще дополнительный урон, то можно было бы его бы тоже добить. Это устройство, которое работает также эффективно и для ваших тиммейтов, которые могут также эффективно уничтожать противника, да, поэтому я не могу, например, сказать, что оно, знаете так, чисто сольное, оно больше даже тоже направлено на командную игру, и в команде оно тоже помогает, то есть вы где-то можете снять, ну, нанести именно пробитие по противнику, и ваш тиммейт быстро уничтожит, поэтому в роли командного взаимодействия это может быть очень даже актуально, как я уже сказал, в таких режимах, как осада, но в осаду мы еще вернемся, поэтому пока что чисто постреляем, покидаем урончик, вот сейчас, например, там я пробитие снял, типа фризик быстро мой тиммейт добил противника, то есть в этом плане очень эффективно, очень хорошо сработали мы со своим тиммейтом. Вот сейчас было бы неплохо, если бы он броню, например, нажал, ну, походу, ничего не хочет прожимать, ну и ладно, не хочешь прожимать, тогда мы быстро тебя сольем. В связи с тем, что сейчас как бы еще эксперимент, друзья, и хп больше, понятное дело, что, ну, может быть, в каких-то моментах не совсем актуально, да, это устройство и вообще использование таких пушек, потому что, как я уже говорил ранее, все-таки сейчас в преимуществе нагибают именно продувы, и поэтому сегодня мы исключительно рассматриваем просто устройство, как оно работает, эффективно оно или неэффективно, но вот что касаемо набора очков, то понятное дело, что здесь могут быть проблемы, да, то есть здесь главное понять механику, понять, как оно работает и насколько эффективно это работает, то есть легко ли добиться того самого пробития, и потом за счет этого пробития уже воспользоваться ослаблением противника и, соответственно, быстро либо его там уничтожить, либо чтобы тиммейты там смогли раздамажить, нагнуть, да, то есть в этом плане мне вот интересно как бы, да, это все дело рассмотреть, и при том, что вот видите, например, я дал ракету со сводкой, дал пробитие, и следующую ракету со сводкой уже как бы даю все равно пробитие, но урон уже идет как бы по пробитому танку, это тоже очень такой интересный момент, которым можно тоже пользоваться, например, постоянно давать вот это вот пробитие, хотя, ну там получается, если я буду давать простой выстрел, да, а не со сводкой, там разницы, ну практически не будет, то есть по сути можно каждый выстрел давать просто-напросто с водочкой, и постоянно отправлять противника на тот режим, когда у него не будет работать ни броня, ни резист от вас, ну так как здесь, например, в данной катке резистов от страйкера нету, то как бы тут только снятие брони, снятие, возможно, защитника, да, если там кто-то использует, то вот такие моменты здесь преимущественно нагибаются. Ну, по очкам, конечно, ну что тут говорить, это ТДМ, да, то есть говорить вообще не о чем, плюс это какой-то кунгур, ну, как бы я и не настроен здесь набирать какие-то большие количество очков, в связи с тем, что здесь как бы это и так сделать сложно, не так уж легко здесь дают эти киллы, но сама механика, устройство, можно как бы ее рассмотреть, оценить и, возможно, в свое время, когда у нас этот эксперимент уже пройдет, это устройство будет актуально, потому что с ним можно будет ваншотить спокойнейшим образом легкие танки, которые будут иметь по 2000 хп, да, то есть если не ваншот, то почти ваншот, и потом уже со второго выстрела вы просто там просто добиваете противника. Ну, как-то так. Я, кстати, ни одного овердрайва не использовал за эту катку, ну, такая карта, где я, ну, я не знаю, где тут можно вообще использовать эти овердрайвы на Викинге. Очень, очень, очень мало моментов, где я бы мог бы вообще бы эффективно использовать овердрайв, поэтому я вот не использовал, мог, конечно, это сделать, но, к сожалению, не сделал, поэтому, поэтому не такое уж и большое количество очков я здесь заработал, 115, ну, то есть по моим меркам это очень мало, прям, очень мало. Если не сказать, что мало, сказать прям очень мало можно. Это явно не тот результат, который, например, я бы хотел бы видеть. С такими пушками, с такими устройствами, поэтому, ну, делайте выводы сами, что происходит на таких вот замечательных обновлениях с такими пушками, когда баланс меняется настолько сильно, что, грубо говоря, такие пушки становятся абсолютно неактуальными. Ну, вот, например, сейчас Викинг ехал на плюс В и довольно неплохо отхватил, да, то есть за счет того, что там пробитие накинуло. Хоп-хоп. Вот, например, второй страйкерочек. Вот сейчас был бы уже, наверное, респ у данного молодого человека, если бы у нас бы хп-шки были бы старые. А так, я ему всего лишь нанес 4000 хп. То есть вот, мне кажется, если затестировать это устройство тогда, когда будет дефолтное количество здоровья, это устройство покажет себя максимально эффективно и максимально круто. Я думаю, что я этим делом и займусь, как только у нас эксперимент вот этот вот замечательный закончится. Ну, и пока давайте все-таки ждать, когда будет, ребята, прожимать здесь купола. Сейчас уже у Титана должен быть он скоро. Ну, пока я его, конечно, тут на пробитии подержу. И знаете, что мне еще не понравилось? Я вот думал, что, например, это устройство будет работать, если сплэшом даешь урон, то пробитие будет засчитываться по нескольким танкам. Но здесь работает... Сплэш не работает. То есть тут только дается пробитие по тому танку, которому ты стреляешь и сводишься. Так же самое, как на Магдубе, да? И, ну, немножечко... Ну, не то, наверное, что я хотел бы видеть от этого устройства. Поэтому, если бы сплэш урон бы еще вдавался, то есть вот, например, там куча сейчас Титан поставит купол, и я начну, например, давать пробитие, да? То есть, и понятное дело, что пробитие буду давать только по одному танку. В этом плане, конечно, это немножечко печальненько, что только по одному танку будет идти пробитие, а не по всем тем танкам, по которым я давал сплэш урон. Но... Ну, это может быть, как бы сама и есть фишка, да, этого замечательного устройства, но зато ты, например, с любым этим устройством на пробитие контриж любого Титана, да. То есть, его купол становится неактуальным, становится абсолютно пробивным, и это, наверное, и есть тот самый огромнейший плюс этих устройств. Я говорю сейчас про все устройства на пробитие, что, ну, у вас есть возможность просто-напросто не давать куполу, не давать овердрайву Титана сделать вообще что-либо в бою, да. То есть, он становится абсолютно бесполезным, абсолютно неактуальным, и за счет этого вы, как бы, уже доминируете над всеми Титанами, которые только есть. Вы им, например, сбиваете, да, как бы, овердрайв, ставите их на пробитие, ваши тиммейты уже сами даже с ними могут разобраться, поэтому здесь уже я могу сказать, что это больше овердрайвы именно командной игры, да, то есть, они работают на команду, вернее, не овердрайвы, а именно такие устройства. Они помогают вашим тиммейтам как можно быстрее уничтожать противника, и за счет этого, например, в таких режимах, как осада, вы не даете право противнику вообще, как бы, поддержать даже эту вражескую точку, попытаться за нее побороться. У них просто нет шансов что-либо сделать, когда Титан, например, ставит купол, вы ему даете пробитие, вы его быстро уничтожаете, все, вы спокойнейшим образом контролируете точку. И что бы он там бы ни делал, у него шансов на выживание в такой ситуации просто-напросто нет. Вы его при любом раскладе будете сливать и уничтожать. Поэтому, вот, например, сейчас Титан едет, вот сейчас купол поставят, ну, что он будет делать? Смотрите, я даю ему пробитие, блядь, не даю. Забазарил чересчур много, но сейчас даю. Боже, что за дичь. Угол вверх-вниз настолько печальный. Вы рофлите? А как? А почему такой плохой угол у этого страйкера? Я три страйкера дал просто в бок из-за того, что здесь вверх-вниз настолько печальный. Ужас. Так красиво забазарил, а сделать то, что хотел, сделал только с четвертого раза. Я сначала просто подумал, что это какой-то бред, потом подумал, что это все равно какой-то бред, но когда понял, уже было поздно, если честно. Так, ну ладно, здесь стоит купол. Можно по нему свестись. Но не успел, походу, нанести урон. Ну, в общем и целом, вы видите, да, что происходит. По очкам полное говно, полное, вообще полный шлак. То есть, если смотреть, ну, это тут, тут даже надо смотреть не на устройство, да, а на саму пушку, да. То есть, она не актуальна на эксперименте. Без эксперимента, я уверен, что этот страйкер покажет себя максимально круто, максимально четко, и за счет этого пробития вы сможете зарабатывать намного большее количество очков, и за счет этого дополнительно фармить. Но, но, с экспериментом, пушка, сама пушка, не устройство, а сама пушка теряет актуальность, да, оно не набирает тех количества очков, да, но сама механика этого устройства и тот факт, как его можно реализовать, очень круто подходит для той же осады, да. То есть, вы пробиваете любого титана, ваши тиммейты добивают, вы работаете на команду, если, например, вы играете в пати, то это вообще очень эффективно можно использовать, и само устройство является реально крутым, да, то есть, если у кого-то оно дропает, то я бы вам советовал бы на нем поиграть, потому что я бы сказал бы, что оно является конкурентоспособным, даже с тем же ураном, который там может наносить нереально большое количество урона, и как бы оно будет эффективным. Но, в тот момент именно эксперименты, если, например, хп такие же останутся у нас в дальнейшем, то сама пушка теряет актуальность, да, то есть, оно не является такой какой-то имбой, оно не является какой-то нагибаторской вещью, и поэтому смысла, наверное, играть с такими пушками нету, лучше делать акцент на какие-то ближнебойки, и с ними уже зарабатывать довольно большое количество очков, и за счет этого парни. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Пишите в комментариях, что вы думаете вообще по этому устройству, по страйкеру. Я в свое время был лютым фанатом страйкера, был лютым фанатом и тестил все, что было связано с этой пушкой, плюс тестил устройство охотник, и здесь, по сути, по механике данное устройство на пробитии является таким же самым, как устройство охотник, и его отлично можно использовать на больших картах, и против вот этих всяких титанов, поэтому будем следить дальше за балансом в игре, и если в дальнейшем у нас хп вернут на старый, возможно, либо мы сами еще раз затестим данную пушку, либо же, если у вас оно будет, это устройство, вдруг оно там вам выпадет с контейнеров, или еще откуда-то нибудь, то я бы вам бы советовал бы на нем поиграть, и вообще порассматривать те самые моменты, как можно отлично, эффективно пробивать вражеские танки. У меня, друзья, на этом сегодня все, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, дабы ничего не пропускать, ну и давайте, как только на этом видосе 150 лайков набирается, выходит следующий видеоролик, посвященный новым устройствам на пробитии. Всем удачи, и всем пока!